Дорогие коллеги, обычно наша встреча с нашей кафедры начинается с этой лекции. Ее можно назвать «водной», можно назвать «разговором об онкологии», как говорится о том, чем она занимается и, собственно говоря, на чем основываются все ее шаги в дальнейшей жизни. Если говорить о науке, если говорить о специальности, если говорить вообще о заболеваниях, то вот видите, где-то в наше время нашли вот этот папирус с 1950-1550 годов до нашей эры. Посмотрите, какой даже большой здесь промежуток между ними, потому что трудно это определить. Я не ручаю, что на нем написано, естественно, но он говорит о восьми случаях рака молочной железы. И тогда уже были предприняты первые шаги лечения этого тяжкого, будем так говорить, в то время уже заболевания. Лечение предлагалось прижиганием, но фактически это самый прямой, можно сказать, активный, инвазивный, агрессивный. Это лечение прижиганием, это можно отнести его к хирургическим методам лечения. Ну и, конечно, говорится о плохом прогнозе в случае вовлечения лимфатических узлов. Я думаю, что это были проявления уже позднего заболевания, позднего прорастания и поражения региональных лимфатических узлов, которые довольно ярким были выражением и как бы дальше еще усугубляли положение пациента. Изучение этиологии патогенеза, можно сказать, уже более пристально. К этому относятся описания Бернардио Ромоцини в 1713 году, который впервые описал отсутствие рака шейки матки у монахин и высокую частоту возникновения рака молочной железы в этой же популяции и сделал вывод о значении образа жизни в развитии рака. Конечно, вот эти изучения, вот эти вот суждения, вот эти вот выводы можно было делать, когда данная патология встречалась часто. И прежде чем прийти к выводу, что наиболее часто эта патология встречается, у монахин нужно было определить, что же это. Может быть, это Божья благодарность, а может быть, это Божья кара. Но на самом деле, оказывается, все закладывалось в том, что просто-напросто это уже этих женщин происходил определенный гормональный сдвиг. Это, само собой, уже об этом говорит. И у этих женщин начинали проявляться эти заболевания, на которые Бернардио и обратил внимание. А уже потом он связал это с образом жизни. Не обязательно у монахин. Просто у женщин, которые ведут этот образ жизни, частота возникновения рака молочной железы, она намного чаще. 1715 год. Я вам сразу хочу сказать, можно найти массу дат, можно найти массу примеров вот этих вот и теологических, и патогенетических описаний, случаев, описаний даже целых популяций. Но мы останавливаемся на главных, которые, собственно говоря, легли в основу дальнейшего изучения канцерогенеза. 1715 год, видите, в одно и то же время все это практически происходит. Персевальпот продемонстрировал, что трубочисты подвержены связанному с их профессией плоскоклеточному раку кожи мошонки. Это так называемая болезнь трубочистов. То же самое. Не только, наверное, трубочисты страдали этим заболеванием. Не только именно связано было с жизнью, будем так говорить, в Англии и так далее. Но здесь четко было определено, что люди, которые имеют в своей профессии контакты с агрессивными средами, в частности, здесь были смолы, часто здесь была сажа и так далее, то у них вот выявилось вот это вот то, что они наиболее чаще всего болеют этим. И вот эта болезнь, видите, получила название трубочистов. В 1876 году наш ветеринарный врач Новинский впервые в мире осуществил перевивку злокачественной опухоли о взрослой собаке-щенку. Это уже была чисто исследовательская работа. И самое главное, что, значит, это позволило ему сделать вывод, что в какой-то степени эту вещь можно переводить на здоровую ткань. И злокачественная ткань опухоль будет самостоятельно дальше развиваться. Но в 1910-1911 году Раус открыл вирусную природу некоторых саркомру Кур, что легло в основу вирусной теории. Вот вы видите, что мы с вами встретились уже с направлением профессионального рака и связанной с образом жизни и в то же время вирусная природа. В 1910 году Николай Николаевич Петров, вы его прекрасно знаете, это основоположник нашей онкологии. И я хочу сказать, не только можно говорить, что это начало российской, русской онкологии. Это и начало всемирной онкологии. Потому что его труд, который назывался «Общее учение об опухолях», это основополагающий труд, который появил всемирную известность и пользовался уже в дальнейшем в изучении опухолевой природы и так далее у всех онкологов мира. Здесь определения я даю онкологии, естественно, онкосопухоль, логоснаука. И вот наука, которая изучает причины возникновения, развития, клинические проявления, диагностику, лечение и профилактику. Николай Николаевич Петров сформулировал опухолевый рост как реакцией организма на воздействие различных внешних и внутренних факторов, стойко нарушивших биохимический состав клеток и тканей. Изменивший тип их обмена, эта реакция находит условия для своего местного проявления в виде очагов атипической пролиферации. То есть на уровне здоровых тканей происходит дальнейшая пролиферация, а замена тканей все время идет обновление. Но здесь появляются очаги именно атипические, которые и привлекают наше внимание и относятся уже к опухолевому росту. Опухолевая клетка отличается от всех других, но самое главное нам нужно говорить о здоровой клетке. Она отличается неконтролируемой пролиферацией. Нарушением дифференцировки, нарушением в программе смерти апоптозы, устойчивостью к воздействию, способностью к инвазии, способностью к невоскалеризации, способностью ускользать от иммунного ответа. Вот, собственно говоря, уже вот эта характеристика говорит, посмотрите, о неукротимом стремлении жить под тем правилам, которые выходят из-под контроля клеточного развития и идут уже по своему пути. Ну, для того, чтобы более-менее это было еще наглядно, я вам представлю свойства опухоли. Это такая уже принятая нами автономная продукция. Это уже принятое свойства опухолевой клетки, о которой я говорил, но они здесь, будем так говорить, больше представлены в таком наглядном виде. Я хочу сказать, что главная задача, главная задача онкологов, да и как и всех врачей, которые занимаются какой-либо патологией, можно изучать, вот в данном случае мы сказали несколько слов о канцерогенезе. Можно изучать и развивать раннюю диагностику, можно совершенствовать методы хирургические, лекарственные, лучевой терапии, мы потом остановимся на этих всех моментах и так далее. Но какая же главная цель и какая же главная задача, можно сказать, любого направления? В онкологии это снижение смертности от злокачественных опухолей. В кардиологии это снижение смертности от сосудистых и заболеваний сердца. И так далее. Так вот, когда мы говорим, когда мы оцениваем любые наши действия, когда мы говорим о задачах онкологов и так далее, мы должны помнить, что самая главная и самая главная оценка это уровень снижения смертности от злокачественных образований. Ну вот мы с вами уже, как говорится, вкратце познакомились, что один из путей это знание канцерогенеза и в дальнейшем тогда понимать суть, тогда понимать, как мы можем воздействовать, как мы можем выявлять вот эти вот изменения и как мы на них можем действовать лекарственными, хирургическими и прочими методами. Ну, если говорить действительно о стремлении их снижать, что же мы собираемся, какова вообще ситуация, это уже идут вопросы некоторые, некоторые части эпидемиологические. Вот вам данные МАИРа за 2020 год. МАИР это Международный ассоциал изучения рака. Значит, вся статистика, все канцерогистры и так далее, и так далее, участвуют в работе МАИРа и сдают туда свои отчеты, и они уже представляют всю картину, которая происходит в мире. 19,3 миллиона новых случаев рака в 2020 году было зарегистрировано. 10 миллионов скончались от рака. И здесь, естественно, идет вывод о том, что в течение жизни онкологическое заболевание диагностировалось у каждого пятого жителя планеты. Каждый восьмой мужчина и каждая одиннадцатая женщина скончались от этого заболевания. Вот чтобы понимать, 19 миллионов и 10 миллионов, многомиллионный, развитый, сильный, это 19 миллионов, это, ну, вот Москва, можно сказать. Я уже не говорю о Рее-де-Жанейро, я говорю о Нью-Йорке, там еще больше количества людей. Ну, вот можете себе представить, вот этот вот какой-то мегаполис, многомиллионный город заболевает каждый год, но и еще многомиллионный город на нашей планете, можно сказать, уходит из жизни, а не умирает ежегодно. Потому что вот просто цифры сказать, а вот когда мы начинаем сравнивать вот такие вот массивы, оно становится более понятным, почему я и становился вот на таком сравнении. 10 самых распространенных диагнозов онкологических заболеваний в мире. Ну, здесь вы сами видите, это рак легких, и это одно из самых первых мест на сегодняшний день, рак груди, это в основном это рак молочной железы у женщин. Ну, и дальше вот идет рак кишечника, рак простаты, которые периодически в зависимости от того, какой мы смотрим, какой континент мы смотрим, какую часть света, то они могут меняться и так далее. Но вот это вот самое распространенное на сегодняшний день заболевание. И прогноз в будущем. Посмотрите, в 2012 году было 14 миллионов заболевших. Я вот сейчас вернусь. Вот, 2020 год. Уже 19 миллионов новых случаев. То есть, можно сказать, что прогноз на чем-то обоснован, и он правильный. Потому что уже к 1932 году планируют, что новых заболевших раком будет 21,4 миллиона. То есть, увеличение на 70% случаев заболевания рака во всем мире в ближайшие 20 лет. Россия, 2020 год. 3,92 миллиона больных состоит на учете. То есть, 2,6 населения. Это те больные. Фактически, это не больные. Это выздоровевшие. Это находящиеся в лечении. Это люди, которые находятся и в длительной ремиссии. И те, которые находятся на наблюдении в онкологических учреждениях. В основном, это онкологические стационары, онкологические кабинеты. В этом же году было выявлено 556 тысяч 36 новых случаев злокачественного образования. Это 37,1% всех, кому был поставлен диагноз в 2019 году. Посмотрите. Сравнение идет. Они умерли. То есть, здесь, надо сказать, через какое-то время 30% этих людей, через 9, через 10 лет, по 40%, они уже погибнут от заболевания. Можно надеяться, что это будет цифра меньше, потому что все-таки мы развиваем и получаем новые препараты. Изучение дальнейшее двигает вперед. Мы направлены на снижение, наша задача и наша работа направлена на снижение смертности. Но вот 299,9 тысяч человек в России умерло от онкологических заболеваний. Я хочу вас предупредить, чтобы очень вы внимательно и осторожно относились к этим цифрам. Я еще остановлюсь сейчас в дальнейшем, буквально сразу на других слайдах. Дело в том, что вот сейчас надо разобраться в цифрах, особенно смертности от онкологии. Это так называемый доковидный период и ковидный период. То есть, начиная от 2018 года и до, наверное, до 2022, посмотрим, как будет дальше, об истинности смертности, заболеваемость, она регистрируется и так далее, но вот об истинных цифрах смертности нужно быть очень осторожным, подождать некоторое время, чтобы были эти цифры откорректированы. Онкология в цифрах. 2020 год. 18 423. Или 440 на 100 тысяч населения. Из них 55% это больные первой и второй стадии. Значит, на учете все контингенты составляют 151 307 больных. 12 201, 226 на 100 тысяч населения умерло в Санкт-Петербурге от онкологических заболеваний. За годы 19, будем говорить, 20 и 21 уже видно, эта цифра значительно уменьшилась. Понимаете, о чем я говорю? Что при, как говорится, остающемся высоком уровне заболеваемости, снижении смертности за этот период, и он довольно, я вам хочу сказать, но примечательный, он требует анализа. И, конечно, основной анализ будет при расчете наших концерегистров, нашего городского ракового регистра и так далее, когда вот это будет скорректировано. От чего действительно пациент умер? От прогрессирования онкологического заболевания? Или он заболел от осложнений ковида, вирусной инфекции? И вот в этом, конечно, надо разобраться. Зачастую, что я не скрываю, зачастую бывает, что иногда диагноз онкология, с которым сталкиваются врачи первичного звена, врачи скорой помощи, врачи экстренных стационаров, при таких массивных, как говорится, поступлениях, при массивной работе с такими, с инфекциями, которые имеют такое вот развитие буквально штормовое, конечно, иногда трудно разобраться. И зачастую только то, что пациент носит звание онкологической больной, вот здесь могут произойти различные инсинуации в рамках оценки его причины смерти. Ну вот, пожалуйста, ранжирование чистоты случаев злокачественного образования в Петербурге 20-20. Оба пола. На первом месте стоит колоректальный рак. Я почему вам сразу и даю сравнение. Вот вам, пожалуйста, 15-й год. Колоректальный рак 3654. Дальше идет 19-й. 3756. То есть в абсолютных числах идет нарастание. Такое же нарастание идет и в годы, и при раке молочной железы. Такое же нарастание идет рак кожи. Такое же нарастание идет и при раке легкого, и при раке предстательной железы. Ну вот посмотрите сразу 20-й год. Уже цифры немножко другие. То есть вот этот вот абсолютный вред, вред вот этой вот такой ситуации по инфекционному заболеванию. Я красным цветом обозначил, я уже не стал менять аранжировку локализаций, но вы видите, что вот рак легкого, он в этом году, он уже занял третье место. А рак кожи сместился ниже. И так же самое и рак предстательной железы, который обошел рак желудка. Ну давайте посмотрим у женщин. Вот это вот картина женщин. Но я не стал здесь вставлять 20-й год. Он сейчас будет, он просто, я его представлю отдельно. Но вы уже поняли, на что нужно обратить внимание. Вот был 18-й, там 19-й год и с 15-м сравнение. И вот вам идет уже сравнение 20-го года. На первом месте рак молочной железы, колоректальный рак. И вот посмотрите, на шестое место вышла щитовидная железа. У мужчин то же самое наблюдается картина. Рак предстательной железы на первом месте. Кстати, это уже третий, если не четвертый год, когда рак предстательной железы обошел рак легкого в Петербурге у мужчин. Ну, дальше идет, вы видите, и колоректальный рак. Здесь вот рак желудка, рак кожи и лимфатическая кровотворная ткань. И посмотрим, давайте, 20-й год. Рак предстательной железы остается на месте. Идет единственное перераспределение некоторых мест рака желудка, лимфатической и рака кожи. Мы должны знать, с чем мы, как говорится, встречаемся. Что вызывает развитие опухолей? Что вызывает картину заболевания? А вообще-то, что же способствует поражению человека, у которого может возникать опухоль? Ну, здесь все это перечислено. Это вы знаете. Как говорится, вы это знакомы. Единственное, что хочу подчеркнуть, подчеркнуть здесь, что 90% случаев злокачественных новообразований вызваны влиянием окружающей среды. То, что говорил Николай Николаевич Петров, под воздействием окружающей среды происходит изменение внутри. С патогенетической точки зрения выделяется 4 фазы ранней онкологической патологии. Первая фаза. Фактически, это здоровые люди. Это предболезнь. Но у этих людей есть определенная предрасположенность к раку. Есть проявление канкрофилии. И вот как раз на этом я хочу немножечко остановить внимание, потому что канкрофилия, собственно говоря, развитие понимания вот этого процесса и так далее, это результат очень активной передовой работы нашего отечественного онколога Дильмана Владимира Михайловича, который работал в институте Петрова и который очень много предопределил и очень много объяснил. в этих процессах. И я почему на ней останавливаюсь, потому что когда в последующем беседуешь, что такое канкрофилия, многие, собственно говоря, пропускают это как бы. Многие говорят, что это вообще отношение опухоли, ее развитие и так далее. Вся суть вот в чем здесь. Канкрофилия это сумма метаболических условий, повышающих вероятность злокачественной трансформации клетки. Правильно. На что действует окружающая среда? Она действует на внутреннюю среду организма. Что в первую очередь ее встречает? Метаболизм. То есть те условия, которые идут в норме, и на это уже изменение вот этих метаболических условий, они дают толчок к злокачественной трансформации здоровой клетки. Что это такое метаболические условия? Это стойкий избыток в крови сахара, жирных кислот и холестерина, инсулина и гормона роста. И отсюда тогда становится понятно, что эти метаболические условия, они объясняют увеличение вероятности развития опухоли в зрелом и старческом возрасте. И такой выдается вывод, что после 40 лет заболеваемость новообразования растет в геометрической прогрессии. Совершенно верно. Не зря же, вы помните, я вам говорил, что с течением, с возрастом и так далее идет увеличение заболеваемости. И вот эти вот даже прогнозы, которые идут на года, и, собственно говоря, один из основополагающих моментов идет о том, что увеличение продолжительности жизни повышает вероятность слогачественной трансформации клетки, потому что меняются метаболические условия. И теперь мы иногда очень хорошо понимаем, ну вот часто по жизни говорим, вот диабет приводит к раку, вот ожирение, вот нерациональное питание, малоподвижность и так далее. Вот оно в чем все дело-то. Это все относится к анкрофилии. Фоновые процессы. И сразу же я хочу вам сказать, что вот как раз можно говорить об этом и как о фоновом процессе изменения вот этих вот метаболических, совокупность неопухолевых, патологических изменений, обычно диффузных, вот вам пример обычный, в органах и тканях, среди которых может возникнуть очаг опухолевого роста. Чем отличаются фоновые процессы от всех других и так далее? Что они носят клиническое проявление. А если они носят клиническое проявление, значит мы можем на них воздействовать, значит мы можем предотвращать вот эту вот ситуацию, которая может привести к возникновению опухолевого роста. Предрак – это разрастание молодого анаплазированного эпителия. факультативный предрак – заболевание, которое может трансформироваться в рак при определенных условиях. При этих, значит, заболеваниях эти пациенты должны находиться под, я не буду там говорить, там жестком, там и все, они должны наблюдаться у участкового врача, и участковый врач должен знать их к факультативному предраку, хронические гастриты, лейкоплаки, пигментные невосы, меланомы кожи, фиброаденоматозы. Знаете, очень часто когда говорят, ой, фиброаденоматоз, все, завтра рак, и так далее, и так далее. Нет, это факультативный предрак, и на него можно воздействовать. Нужно изменить образ жизни, нужно изменить, посмотреть, какие принимаются противозачаточные гормональные средства, как вообще обустроена жизнь дома, на работе, и, как говорится, в социальной среде. Облигатный предрак. Вот это уже серьезная вещь. Заболевание, которое обязательно приведет к раку в будущем, и оно подлежит, как правило, обязательному лечению еще до того момента, как на этой почве появится рак. Требуется по возможности обязательное радикальное лечение, если невозможно, уже наблюдение у онколога. И я вас хочу сразу же вам дать совет. Зачастую очень спрашивается, чем факультативный и облигатный. Облигатный обязательно. И там, и там обязательно превратится в рак. Поэтому к нему отношение другое. К облигатному относятся полипы. До 90% случаев рака происходит из полипов различных органов. Как правило, вот это желудок, как правило, это толстая кишка. Полип есть полип. И, естественно, к нему вот это вот отношение должно быть как уже к серьезному предраку и так далее. Почему, сразу забегая вперед, почему мы при определении скрытой крови, при определении опухолевых, подозрительных опухолевых и вообще полипов в толстой кишке, мы говорим об обязательной колоноскопии. Потому что только колоноскопия может обнаружить ранние полипы, которые безболезненно, будем так говорить, подлежат удалению. И уже здесь можно говорить о стопроцентном прекращении вот этого облигатного предрака, который приведет. Все равно в этом полипе в последующем появится опухоль. Если их своевременно убирать, то это поэтому. Можно просто-напросто сказать, что уже первая колоноскопия, а это эндоскопическое исследование, не рентгенологическое, а именно эндоскопическое исследование должно проводиться впервые у каждого жителя от 45 до 50-летнего возраста. В дальнейшем там идут промежутки в зависимости от действительно наличия этих полипов, наличия этих разрастаний. Я сейчас не говорю о семейных, я не говорю сейчас о тех, которые уже патологически проявляются. Я говорю о том, что у человека, собственно говоря, любая, любой скрининг рака толстой кишки должен заканчиваться эндоскопическим исследованием. Ну, сюда же относятся, видите, кисты слюнных желез. Это работа для наших стоматологов. Молочные, молочные железы. Молочные железы находятся под контролем практически у всех врачей. Любой терапевт, который слушает женщину фонендоскопом, он должен обратить внимание на молочные железы. И я вам хочу сказать, мы будем потом говорить о настороженности. Вот это должно быть очень важно, чтобы каждый врач, который осматривает женщину, должен понимать, молочная железа на одном из первых, на первом месте по заболеваемости, на первую, практически занимает первую пятерку посмертности от онкологических заболеваний. Поэтому на это нужно обращать внимание. Ну, кисты яичников, кисты поджелудочной железы, предстательной и щитовидной железы, это уже пристальное, но о них нужно думать. Относительно здесь значимость различных факторов и теологии. Ну, мы уже немножко касались, питания, курения, вирусы. Вы видите вот эту значимость, она уже, как говорится, нам всем знакома и так далее. Просто нам просто нужно знать, что очень часто даже врачи спрашивают, а что же вызывает рак? Вот вы можете, как говорится, говорить о тех вещах, особенно если человек неправильно питается, он уже говорит, тебя же вполне может ожидать, развитие рака. Применение различных, будем так говорить, вредных факторов, как курение, наркотики, алкоголь здесь относятся. Ну, вот это тоже самое, это все факторы. Ну, и правильно, что 30% всех случаев злокачественного образования связаны с четырьмя факторами. Курение, питание, вес, естественно, употребление алкоголя, недостаточное физическое. Вот достаточно, когда мы хотим, обратив внимание, когда мы хотим каким-то образом влиять на поведение человека, достаточно вот этих вот четырех. И вы на самом деле, это понимаете, этих факторов, которые насторожат любого человека. мы говорили с вами, что самое главное, это снижение смертности злокачественных опухолей, поэтому профилактическая работа, один из важных моментов, относится к одному, к одному из главных путей снижения смертности заболеваний. Потому что, если мы правильно поставим профилактическую работу, мы своевременно обнаружим и при драке, мы своевременно обнаружим, проведем раннюю диагностику, мы своевременно и действительно мы приведем один, это, говорится, один из путей, один из, наверное, вероятностно, что он один из самых главных на сегодняшний день. Поэтому во всех программах, во всех, которые сейчас осуществляются, и нашим государством, и так далее, профилактическая работа, ей уделяется самое большое, большое внимание. Профилактика делится на первичную и вторичную профилактику в онкологии. Вот это определение первичной и вторичной профилактики. Ну, здесь очень большое такое определение идет социально-гигиенических. Я хочу, чтобы вы именно запомнили, что это комплекс социально-гигиенических мероприятий. И мы медики, в основном онкологи, то же самое, как профилактика, мы должны требовать ответственных за социально-генетический образ, за социально-гигиеническую обстановку и мероприятия, которые в основном лежат на плечах нашей администрации, нашего правительства и так далее. Это работа, собственно говоря, вот этого уровня. Это мы боремся с неспецифическим воздействием на человека. Это и правильный образ жизни, это правильная работа, это состояние рабочих мест, состояние жилья и так далее. Я вам сразу могу сказать, чтобы было понятно, мы же добились в свое время полностью отказ от асбеста. А раньше, посмотрите, он применялся и во внутренней, будем так говорить, отделке наших домов мы там всю жизнь проводим, а наши крыши все были асбестовым покрытием сделаны. Мало того, что страдали люди, которые в обработке этого асбеста, но он попадал и иногда на почву, которая, мы уже говорили, о почве, которая может быть у человека, на которой один из этих вредных факторов может вызвать развитие рака. То же самое мы говорим о смолах, которые применялись, формальдегидных, которые применялись при обработке мебели. Собственно говоря, еще у многих, наверное, стоят книжные шкафы и все остальное, обработанное формальдегидом. Запомните, формальдегид это один из моментов, который считается вредным и воздействие его может привести к этим изменениям в здоровых клетках. Вторичная профилактика это наша с вами работа. Это медицинские мероприятия. Это, как говорится, видите, что организация и проведение мероприятий по ранней диагностике рака. Это вторичная профилактика в онкологии. Это, видите, выявление, оздоровление, наблюдение за ними. Предупреждение рецидива рака рассматривается как третичная профилактика. Больного прооперировали, он фактически через 5-10 лет считается выздоровевшим и он требует, естественно, своевременный диагноз рецидива и появление новой опухоли. Но это можно уже сказать как третичная профилактика. Вот задачи формирования здорового образа жизни я уже говорил при первичной. Активный скрининг, диспансеризация, онконосторожность медицинских работников. Еще немножко мы потом об этом остановимся, потому что это одно из важных. Ну и третичное диспансерное наблюдение за больными. Сразу вам хочу сказать, что, конечно, вот важный момент для онколога. Онколог, он является неактивным деятелем, неактивным, как говорится, реализатором. Он только заставляет проводить в определенных образах, готовит к этому, говорит, необходимости активно в скрининг. Активный скрининг это действительно вещь, она носит иногда государственно-социальный, местный, региональный, я о чем говорил. Потому что активный скрининг это охват как минимум 70% здорового населения. Здорового населения 70%. Только тогда можно говорить о скрининге. Все остальное это профилактические осмотры, это диспансеризация, которая на сегодняшний день жироко применяется у нас в Российской Федерации. Ну, а онконосторожность медицинских работников это я бы может быть и поставил даже на первое место. Это один из самых важных и мы на этом остановимся. Приоритеты просветительская работа среди населения, нормативно-правовая методическая основа профилактики, профилактика рака в группах повышенного риска, значит, они определяются, и разработка и реализация региональных программ профилактики рака. Почему здесь говорится немножко такое разделение региональной программы, потому что заболеваемость в определенных регионах она различная, локализация органов разная в прочих регионах, и поэтому разработка и вот этой вот программ профилактики должна быть направлена с учетом эпидемиологии, с учетом возраста, с учетом профессиональной направленности этого региона и так далее, потому что есть отличия, или это где превалируют, как говорится, жители села, где превалируют жители города, где превалируют огромные значит мегаполисы и так далее, везде программа отличается друг от друга. И вот посмотрите, снижение заболеваемости достигается в основном-то первичной профилактики, мы с вами уже это касались, а вот снижение смертности достигается в результате уменьшения заболеваемости, роста выживаемости, а рост выживаемости за счет своевременной диагностики и лечения. Вот мы с вами распределили все задачи. Но дальнейшей нам нужно еще остановиться на ранней диагностике злокачественного процесса. Что же к этому способствует и как нужно это понимать? И вот здесь я говорю и вас всех прошу, как говорится, вот эта программа любого онколога, любой ипостаси, онколог кабинета, онколог центров онкологической амбулаторной помощи, онкологи, работающие в организационно-методических отделах, да, и любой онколог, который отдал свою жизнь этой проблеме. Это вот вот эти вещи, вот эту настороженность, он должен прививать всем своим окружающим коллегам. Значит, медики любого звена должны знать предраковые заболевания, знать симптомы злокачественных опухолей на ранних стадиях, никогда эта опухоль уже, извините, мешает человеку жить и заставила все-таки больного иногда в очень в тяжелом состоянии впервые обратиться. Тщательное обследование больного с целью выявления или отрицания онкологического заболевания. Пришел пациент с жалобой, вот вы должны донести до каждого врача. Пришел пациент с какими-то жалобами и все прочее, определите наличие или отсутствие онкологического заболевания. Да, есть легкая анемия. Да, вот как-то, знаете, я вот стал обращать внимание, что если я раньше пробегал спокойно 10 километров, сейчас я могу своей утренней пробежкой там или какой, я могу только осилить 7 дальше. ну и что-то, знаете, как говорится, огонь жизненный чувствуется изменение. Ой, да, вот, да, гемоглобин у вас немножко упал, вот мы сейчас вам назначим там железо там и так далее. С целью выявления или отрицания снимите у этого пациента заболевания, я сразу о прямом говорю, снимите у этого пациента возможно опухолевое поражение правой половины толстой кишки. сняли это, другие другие моменты еще определили как нужно и тогда занимайтесь, ищите у него все какие возможные там может быть совершенно справедливы, но это еще это еще не онкология и так далее, но какие-то сдвиги в метаболизме они могут быть, которые можно еще поправить. Вот что самое важное при любом у каждого врача не должно быть сознание того, что рака не может быть, особенно это касается лично себя, особенно это касается своих родственников, близких и так далее. Найдите доказательства есть опухоль или нет, и тогда вы всегда будете, как говорится, вооружены для борьбы со следующим заболеванием. Незамедлительное направление больного в первичный онкологический кабинет, я здесь подчеркиваю при подозрении на онкологическое заболевание. Не надо, вот давайте мы там подождем, вот давайте, вот придите ко мне через месяц, я посмотрю, вот как вы себя будете чувствовать, вот куда пойдет та же самая анемия, куда пойдут вот эти боли, вот, ну, знаете, я вот четко не могу там увидеть и так далее. Подозрение, хоть малое, зародилось, направить больного в первичный онкологический кабинет. Ну, и вот здесь вот тоже хочу обратить ваше внимание. Каждый врач, направивший больного вот незамедлительно в первичный онкологический кабинет, у нас сейчас любят направить сразу в институт, у нас любят направить к знакомому хирургу, который очень хорошо в прошлом году удалил моей соседке грыжу и так далее, и так далее. И вот, куда бы не направили этого больного, оставьте за собой обязанность проконтролировать, попал ли он, куда бы его направили. Дальше можно не говорить. Контроль за маршрутизацией пациента на всех этапах оказания специализированной помощи. Вот я хочу сказать, это элемент воспитания принадлежности больного к врачу. Очень зачастую бывает, когда, особенно это касается, когда идет неправильная тактика, когда запускается больной и все прочее. А кто у вас лечащий врач? Кто вами занимается? И он не знает. Он должен знать, что его участковый и семейный врач это его врач. И он, как говорится, маршрутизирует, он направляет и он контролирует дальнейшую всю ситуацию. Потому что онколог кабинета у него в 10 раз, смотря какая поликлиника, давайте возьмем, терапевтов много, а он один. Я уже все вот этим сказал. Кто дальше проследит больного с каким-то либо, тот же самый лор-врач определил патологию, направил в кабинет в онкологический, но дальше-то больной лечится в специализированной помощи у лор-онкологов и так далее. Конечно, врач должен обязательно проследить вот эту маршрутизацию. Это так называют, чтобы больные наши не пропадали. А зачастую это бывает. Направил туда и забыл. Направил туда и уже вроде как никакой ответственности. Пускай тот отвечает. Нет. Мы все отвечаем за пациента, если мы хоть к нему хоть раз прикоснулись, если он хоть раз вам изложил свою боль. Факторы риска. Формирование групп риска, мы с вами говорили, это один из моментов. Желудок. Хронический гастрит с пониженной секрецией, язва, полипы. Видите, с вами есть наследственный фактор. Нужно знать наследственные заболевания желудка, которые приводят к раку. Тело матки. Ожирение, гипертония, сахарный диабет. Мы уже с вами коснулись, что нужно при конкрофилии, что нужно при больного сопутствующей патологии. На что нужно обратить внимание. Ну и, конечно, поздняя менопауза. Она должна в первую очередь направить вопрос о том, нет ли там опухоли матки, шейка матки. Прекрасно, здесь все это есть, много родов, много абортов, раннее начало половой жизни, частая смена партнеров, ерунзия. Ну вот, совершенно понятно, на кого мы должны обратить внимание в этой ситуации. Яичники, бесплодие, нарушения цикла, то же самое, проблемы с наследственностью и так далее, обязательно нужно определять. В данной ситуации проводить гистохимическое, проводить обследование крови. На сегодняшний день генетические исследования, они доступны, и мы прекрасно знаем, что определенные носители генных изменений, они могут говорить о заболеваемости. Ну и на кожу нужно выращивать. Ну кожу все мы видим. Каждый врач, раздевая больного, будь какой бы он специальности не был и все прочее, но он же видит, он же видит невус, он же видит больной занимается, не занимается инсоляцией, он видит у него родимые пятна и изменения пигментных невусов и так далее. Если говорить о поле, то у мужчин 30-50-летнего возраста нужно всегда думать, что его жалобы могут связаны с поражением желудка, легких, кожи, гортани. Старше тяжелокализации, но обязательно прямая кишка и предстательная железа. Поэтому мужчин старше 50-ти лет при любых обращениях и все прочее надо подвергать пальцевому исследованию прямой кишки и направлять на простатический специфический антиген ПСА для определения. Он не говорит есть рак или нет, он то же самое говорит о тенденции к этому. И поэтому если есть изменения, то дальше больного необходимо по этому руслу и направить. Женщины 30-40 лет, щитовидная железа и молочная железа, надо понимать, что до 40 лет конечно маммография не назначается, но если есть какие-то изменения, есть ультразвуковые исследования, а самое главное направьте к онкологам и они уже проведут тот алгоритм действий, запрограммированную программу, которая 100% если есть патология, они ее выявят. Ну а старше 40 лет женщины то же самое при всех жалобах и так далее каких-то либо патологических, а если и даже нет, если это здоровая женщина, то нужно думать о желудке и нужно думать о шейке матки. О шейке матки мы с вами вообще должны понимать, что женщина должна быть в смотровом кабинете или осматриваться у гинеколога раз в год так же, как она ходит к стоматологу. Она должна наблюдаться по поводу этого профилактически у этих специалистов. Алгоритм выявления раннего рака. Здесь нет уж такого, знаете, прямо какого-то невозможного, невыполнимого подготовительный этап скрининга. Ну здесь немножко мы говорим о скрининге, но дальше это уже совершенно другая программа, опрос анкетирования, но опрос анкетирования идет и в рамках диспансеризации. Дальше, естественно, выявление факторов риска, анамнез, наследственность, профессиональные вредности и так далее. Если у человека это присутствует, значит, ищи возможный ранний рак. Аппаратно-инструментальные методы, я уже об этом говорил, это рентгенография, сюда и относится маммография, сюда относится компьютерная томография на сегодняшний день. Посмотрите, какой рывок произошел по выявлению рака легкого, это вообще-то, потому что, вы посмотрите, какие контингенты при ковидном поражении обследовались компьютерная томография легких и были, были, выявлялись ранние раки рака легкого. Поэтому на сегодняшний день самым эффективным методом раннего выявления рака легкого является компьютерная томография. ультразвуковые исследования эндоскопия, они тоже все претендуют на, если их своевременное, вот это выявлять, если есть фоновые какие-то процессы и так далее, и не забывать об этих исследованиях, они могут привести к раннему выявлению. Но и цитоморфологические методы, исследования смывов, мазков, отпечатков, биопсия, если предположим длительно незаживающее какое-то либо образование на коже и так далее, сделали отпечаток, в конце концов, если ну здесь уже конечно в онкологическом кабинете, если нужна будет биопсия или в ЦААПе, ну значит в Центре имбулаторной онкологической помощи это делается, но по крайней мере в алгоритме это должен быть известен каждому врачу. Ну а мазки то же самое при все гинекологи они при обследовании рака шейки матки они обязательно возьмут исследование на отпечаток, на мазок, на цитологическое исследование. И группа наблюдения здоровые, больные с фоновым состоянием и предраком. То есть вот алгоритм у каждого должен быть идти по нарастающей. Поэтому диспансерное наблюдение оно так и связано. Провели анкетирование, а дальше куда он попадает этот, если у него уже есть фоновое состояние, значит он переходит в другую программу. Если уже есть, определяется брак, он переходит сразу уже на программу выявления действительно практически иногда обязательно обязательно онкологической патологии. Ну, семь сигналов опасности я, как правило, вот это даю. Поверьте, если вы это имеете, я всегда предлагаю распечатать онкологам, особенно те, которые ведут первичные приемы, да и другим врачам, чтобы это было. И всегда, когда мы видим фоновое заболевание, или когда пациенты и здоровые, но они хотят пристально следить за своим здоровьем и так далее. Это одна из наших задач нашей профилактики, чтобы люди были с определенной настороженностью. У врачей одна настороженность, у пациентов другая. Вот им дать эту памятку. Они, кстати, выпускаются нашим домом здоровья. Институтом профилактики, так будем говорить, у них тоже есть эти брошюрки, но каждый врач, особенно врач кабинета, это нужно иметь на столе. И сам помнит, и другим. При всех, как говорится, при всей работе, при всех мерах профилактики, при настороженности и так далее, мы все-таки имеем высокую запущенность. И вы посмотрите, при этой запущенности, сколько говорит, первая, вторая стадия, всего лишь 55 процентов. Это последнее достижение. А на самом-то деле, это еще не то, что должно быть, как бы. И все-таки вот большое количество пациентов обращается к нам или выявляем уже при запущенном. И вот посмотрите, по данным федерального ракорегистра, в какой-то степени я хочу, чтобы у вас зародилось некоторое такое сомнение, некоторое такое, знаете, понимание. Скрытое течение болезни, своевременное обращение, отказ от обследования наберу, ну, еще прочие причины. Скажите, всегда ли оно уж так скрыто? когда мы начинаем у пациента, у пациентки спрашивать, ну, как же вы вот такой опухоль сразу не заметили у себя в молочной железе? Ну, как же вы не заметили вот это вот то, что у вас пигментное пятно, и на него нужно обратить внимание, и все прочее? Вы когда последний раз были в участковой? А меня в участковой врач наблюдает за гипертонической болезнью. А меня наблюдает кардиолог, у меня вот был там прединфарктное состояние, и так далее, и так далее. Вы поняли, о чем я говорю? Что иногда за этим скрыто? Но мы говорим о том, что вот неполное обследование больного, выявляется один, ошибки в клинической, ошибки в рентгенологической диагнозе, скрытое течение, скрытое течение болезни, это вот резерв диспансеризация, а я вот обращаю на эти три. Это, конечно, недостаточная квалификация врачей. Всего-то нам чуть-чуть нужно повысить свою настороженность и, как говорится, выполнять алгоритм всех этих мероприятий, и у нас запущенность намного сократится. Ну и вот, конечно, диспансеризация. Почему нужно на ней настаивать? Почему это нужно? Потому что мы сокращаем число, не нужно ждать, когда он сам обратится, мы его своевременно вызываем в зависимости от возраста и так далее, он заполняет анкету. Мы смотрим и уже мы здесь то же самое снижаем, увеличиваем резерв раннего выявления. Клинические группы онкологических больных. Это касается и к организации онкологического процесса, будем так говорить. Это и относится к тем понятиям, которые мы должны с вами сдать, которым вы будете оперировать при жизни. Потому что онкологический больной, что же дальше, как же он и как сразу же нам понимать какого уровня и что пациент этот ждет, что ждут врачи, которые его направили и все прочее, и что дальше наши ждут коллеги. Поэтому больные подразделяются на клинические группы. 1А это подозрительное на злокачественное образование, значит требуют более углубленного обследования и так далее. 1Б больные с предопухольными заболеваниями и доброкачественные опухоли. Это в основном предопухолевые заболевания, если возможно, они лечатся, удаляются и так далее, или наблюдаются. Но наблюдаются онкологами, потому что клинические группы это работа онкологов. 2А клиническая больные подлежащие радикальному лечению. Радикальному лечению по всем мы будем когда говорить об организации онкологической помощи, то там четко определенные сроки, что пациент, если его направляет участковый врач, он должен в течение 1-х суток попасть уже в кабинет, и в кабинете такие сроки установлены. А из кабинета уже в Центр амбулаторной онкологической помощи, или до сих пор еще существует онкологическое отделение, или пациент сразу направляется все зависит от категории, от уровня, от населенной местности и так далее, и об организации ступенчатой помощи в данном регионе и так далее. Они здесь различаются. 116 приказ, который сегодня действует, все это как бы есть, но нужно понимать, что мы отличаемся с вами от Пскова, а Псков отличается от Тихвина и так далее. То есть вот все это нужно понимать, и что радикальное лечение здесь тоже сроки совершенно другие и нужно применяться. Третья клиническая группа лица излеченные злокачественным образованием, практически здоровые люди. Четвертая больные с запущенной стадии заболевания, подлежащие палитивному и симптоматическому лечению. И сразу, чтобы было понятно, в зависимости от результатов лечения и динамики развития онкологического процесса клиническая группа может меняться. Да, он сначала был во второй, он сначала был в первой, потом он попал во вторую, и сразу он попал во вторую А, его прооперировали, он подлежит радикальному лечению, и он стал в клинической группе 3, у него клиническая группа изменилась. Дальше идет четвертая, запущенная стадия, подлежит палеотивному и симптоматическому лечению. Здесь, я думаю, конечно, клиническая группа меняться не будет. Ну, и оценка распространенности опухолевого процесса, это классификация опухолей по стадии. Самое главное, вот здесь уже начинается вопрос о том, чтобы мы понимали, и больные отличаются, и опухоли отличаются, и так далее, и здесь это было еще, как говорится, в начале нашей работы и так далее, по распространенности опухолевого процесса, больные разделялись на 4 стадии. Это попытка объединения, одна и та же локализация, одна группа, более-менее однородная по клиническому течению болезни, подходу к лечебной тактике и прогнозу. Я вам сразу могу сказать, что понятие, предположим, опухоль первой стадии, она говорит фактически о ранней стадии заболевания и практически всех локализаций. Вот это уже нужно понять, но когда вопрос идет о второй и третий, нужно понимать, что здесь уже должно быть понятие и локализации. Но это начальное, поэтому важно, кроме вот этого понятия клинических стадий заболеваний и так далее, клинические группы и клинические стадии разные вещи. Я еще раз это подчеркиваю. И вот классификация злокачественных образований по по группе ТНМ. Где-то у нас ТНМ пропало, надо будет посмотреть и останется здесь на кафедре останется, эту лекцию можно всегда будет посмотреть. Но я на это очень внимания не обращаю много, потому что когда у вас будут лекции, когда у вас будут семинарские занятия и все прочее по любой локализации, вы будете встречаться с ТНМ. И даже размеры Т при определенных локализациях носят совершенно определенную характеристику. Т1, Т2, Т3, Т4. Следующее ТНМ это нодулис, регионарные лимфатические узлы. Видите, они просто поменялись местами, то, о чем я говорил. Не забывайте, что все как и сама медицина, она не всегда носит такой, знаете, объективный характер, он есть субъективно, поэтому, если вы не можете объективно сказать, скажите ТХ. Не определяется размеры, нет местного распространения, не представляется возможным иногда и все прочее, поэтому не обязательно, как говорится, докопаться до истины и найти. Ну и ТИС это преинвазивная карцинома, карцинома инситу, очень часто встречается и при раке шейки матки, и при раке молочной железы и так далее. А здесь уже все размеры отражают или местное распространение и нарастание. Давайте немножко вернемся к Н, к регионарным лимфоузлам, чтобы было то же самое, недостаточно данных НХ, ну а дальше уже становится понятным. М отдаленные метастазы, то же самое, если вы видите действительно запущенный процесс, если вы видите, что нерегионарные лимфоузлы и так далее, есть отдаленные метастазы или нет? Недостаточно. А если вы не сделали компьютерную томографию? Если у вас не сделано МРТ, если у вас не сделаны другие радиозатопные исследования и так далее, недостаточно исследования, поэтому пишите все. М1 имеется отдаленные метастазы. Ну и когда М, когда нет признаков отдаленных метастазов, а М1 это отдаленные метастазы. Сколько бы их ни было, идет М1. Иногда в скобках расписывается М1, дальше печень, дальше легкие, кости и так далее. Пути снижения смертности злокачественных опухолей. Мы опять возвращаемся к нашей главной задачи и естественно это совершенствование методов лечения злокачественных новообразований. Это тоже самый главный путь. И когда мы говорим об онкологии, о лечении, значит вспоминаем современная эра, это хирургия, это лучевая терапия, это геновское излучение, ну и лекарственная терапия. Дальше идет лекарственная терапия, таргетная терапия, сейчас иммунотерапия и так далее. Но вот современная эра, она конечно начиналась видите в 1878 году. Первая операция по удалению опухоли желудка, это уже направленная такая. 1998 год Мария Пьер Кури открыли радий. И позднее радий начали применять для лечения рака. И буквально уже в 1903 5-м году Мария Пьер Кури передали радий для лечения уже в России. Но Антуан Шегрин в 1899 году вот видите, вот мы всегда говорим о развитии общества и всего прочего. Вы посмотрите, практически все происходит в одно и то же время. Потому что все учились в одной школе, все заканчивали одни университеты, у всех появилась база, а дальше все зависит уже от таланта и от возможностей человека и когда они начинают. То есть научные и прочие открытия, они обозначены социально, они обозначены развитием общества и так далее. Поэтому всегда ожидают какие-то вот эти вот открытия в определенные моменты развития общества. Используют, я уже сказал, хирургические, химиотерапия гормональная, иммунотерапия. Ну, эти пять вариантов лечения применяют в различных сочетаниях. Да, это огромные разделы в онкологии, хирургии, химиотерапии, но это методы, которые и дополняют, методы, которые являются главенствующие, методы, которые являются как моно, так и в комбинации и так далее, и так далее. Поэтому каждый, нет, нельзя сказать, что главное вот это и так далее, нет, каждый метод главный, а дальше уже есть приоритетность применения его в зависимости от стадии, в зависимости от морфологии, в зависимости от общего состояния, в зависимости от метаболических изменений и состояния пациента и так далее. Выбирается лечение рака, и всегда разговор идет о том, что назначение рака это должно быть консультативное, это должна быть действительно принимать специалисты не только одной направленности. Хирург не может принять решение, с чего начать лечение. Обязательно это комиссионный метод. Это приводится, это коллективное решение начала метода лечения. Ну и здесь я обычно всегда задаю задачу, ее нужно всегда понимать, когда спрашиваю, в том числе и вас бы я спросил, если у нас была бы лекция в онлайне, как вы считаете главная цель задачи лечебного процесса. Ну здесь не будем, вы уже видите ответ. Главное наша задача свести к минимуму осложнения, особенно связанных непосредственно с лечебным процессом. Ну и конечно в связи лечебной летальности скорейшее восстановление трудоспособности или самообеспечение пациентов. Вот пациент, как я говорил, что если пациент к вам пришел в ваше лечебное учреждение, несмотря на проведенные и все прочее, он должен уйти на тех же ногах. Он должен уйти с настроением, которое соответствует результатам вашего лечения. Начало хирургии. Гален. 168 год. Но это то же самое, как мы начали с вами смотреть манускрипты и так далее, и египетские послания. То же самое и здесь. Но его высказывание оно нашло, что рак излечим на ранних стадиях опухоли и все прочее. И опухоли, которые начинают расти, следует оперировать путем вырезания вокруг пораженной ткани. То есть действительно нужно убрать все поражение, которое находится. Идет пример императрицы Теодоры, которая создала раком молочной железы. И в то время... Почему здесь об этом говорится? Потому что ей было предложено и есть документы, которые говорят, что ей предложено была мастектомия. Но она от нее отказалась. И в те времена выбор пациента был на первом месте. Академик Михаил Иванович Давыдов, все его прекрасно знают, он был и президентом наук, он был президентом академии медицинских наук. Его вот это вот высказывание, что хирургия еще долгие годы продолжит оставаться основным и самым действенным способом лечения онкологических заболеваний. Пока да, это на самом деле. Почему действенный? Потому что он применяется при возможности радикального удаления опухол. Какие-то взаимосвязи. Операции в онкологии диагностические, радикальные, палеотивные, циторедуктивные, симптоматические, реабилитационные, эстетические. Вот мы говорим хирургия, хирургия. Посмотрите, что она подразумевает под собой. Диагностические операции имеют цель и уточнение диагноза, определение стадии процесса. Различают биопсии, специальные диагностические вмешательства и традиционные хирургические операции с диагностической целью. Так она так называется эксплоративная лапаротомия. Иногда она проводится с диагностической целью. Поэтому эксплорация и подразумевает и подразумевает это. А самое главное то же самое немножко может быть об этом раньше нужно было сказать. Когда задаешь вопрос коллегам, которые начинают заниматься онкологией и все прочее, что нужно для того, чтобы назначить лечение пациента. Диагноз, да, хорошо, диагноз. Что еще? И состояние больного, показания, противопоказания, много и много идет ответов и так далее. И я вам хочу сказать, не так уж много нужно, чтобы определить начало и какое лечение. Для этого нужно в первую очередь знать стадию заболевания и во вторую морфологическую картину. то есть гистологическую лечение. Два момента, которые, как говорится, дают показания к специфическому онкологическому лечению. Наличие опухоли, стадия и морфологическая картина. Все. Когда это есть, полностью это все раскрыто, вы ответственно уже четко и ясно спрогнозируете какую стадия вам будет говорить о развитии опухоли. Конечно, четвертая стадия будет подразумевать совершенно уже другой подход, хотя это будет тот же самый рак желудка. Тот же самый рак желудка, но стадия и морфология определит ситуацию, что первоначально пойдет. Или хирургия, или неодевантная сначала химиотерапия, или вообще по состоянию больного и так далее с этим процессом операция, да, она может быть и радикальной, но она не приведет к излечению больного, потому что он не перенесет этой операции и не только при других локализациях, но возможность выбрать лечение, конечно, уже становится большой, поэтому вот это нужно всегда учитывать, и у вас всегда должен быть этот ответ в голове. Биопсия. Я почему на это останавливаюсь на этом внимании и прошу, чтобы вы тоже это понимали, потому что проведена биопсия, или проведена диагностика, диагностическая операция и так далее, но каждое название каждой диагностической операции несет за собой четкое понимание, что делается и для чего. Поэтому сказать, что просто биопсия какого-то органа и все прочее, ни о чем не сказать, потому что она имеет различия. Экстезионная, инстезионная и функционная биопсия. Каждая по себе отдельно и каждая по себе имеет значимость и относится к определенному клиническому проявлению. Экстезионная это удаление новообразования целиком. И когда мы видим в справке написано проведена экстезионная биопсия, нам понятно, что врач, тот, который занимался этим, удалил опухоль. И мы ее должны уже рассматривать или как радикально удаленную, или как удаленная, но не радикальная. То есть экстезионная биопсия имеет в виду того, что она зачастую носит лечебный эффект. Это кожа, это слизистые полости рта, носа, прямой кишки и других. Ну, или полное сечение лимфатического узла. Экстезионная биопсия, мы должны понять, что это не биопсия, очень часто пишут, биопсия лимфатического узла. И начинаешь думать, какая биопсия? Тонкоигольная. Или что? Что производилось? Или участок взяли? И так далее. Так вот, если взят лимфатический узел полностью, пишется экстезионная биопсия лимфатического узла. И нам понятно. Инцизионная это уже, видите, часть новообразования или органа. То же самое, просто биопсия. И ни о чем она не скажет. А если инцизионная, мы отлично понимаем, что новообразование, то есть проведена биопсия части новообразования или органа. Важно здесь, чтобы когда производится биопсия, многие забывают об этом, важные условия иссечения участка органа с определяемой границей патологически измененных нормальных тканей. Чтобы было с чем сравнивать. И в какой позиции, как это происходит, какое развитие этого опухолевого процесса. Часто, конечно, используется и обязательно это при хирургических вмешательствах на органы гружной, гружной полости, кожи и так далее. Пункционная биопсия, она имеет свое определенное место. И, конечно, проведена биопсия тоже будет недостаточно. А вот и сказанная биопсия, она относится как к хирургическим вмешательствам, так и к инвазивным методам исследования. Вообще, если по большому счету говорить, то пункционная биопсия это самый доступный метод для всех уровней системы оказания медицинской помощи. ее может провести фактически любой врач. И в зависимости от региона, в зависимости от развития, от медицинского уровня и так далее, врач должен всегда помнить, есть возможность у него сделать пункционную биопсию или нет. Да, исследовать пунктат, исследовать стекло, по которому будет получено результат вот этой биопсии, это уже второй вопрос. Но, взвесив все, что в конце концов можно послать хоть куда угодно, эти условия сегодня сохранить клетки можно действительно храняться всю жизнь, можно сказать. Пока стекло живет, тогда до тех пор и клетки живут. Зачастую архивы наших онкологических диспансеров, они начинаются зачастую с момента их открытия. Кроме этого, существует специальное диагностическое вмешательство. Это эндовидеохирургические операции лапарайторакоскопия, которые проводятся чисто для диагностики. Эндоскопические исследования через естественные отверстия, мы уже немножко касались в этой лекции, фиброэзофагогастроскопия, цистоскопия, бронхоколоноскопия. Ну и традиционные хирургические операции с диагностической целью, зачастую иногда невозможно. И только традиционная хирургическая операция может ответить на этот вопрос. Как правило, в зависимости от клинической картины и тех данных, которые мы имеем на сегодняшний день, это и ПЭТ, и все что угодно, традиционная хирургическая операция, она как бы становится первым этапом для дальнейшего развития хирургической вмешательства. или оно будет паллиативным, или оно будет радикальным. Но нельзя, как говорится, со счетов сбрасывать, что иногда традиционная хирургическая операция может носить чисто диагностическую цель, и об этом нужно говорить, и об этом так ее нужно называть. Радикальные операции. Понятно, что они выполняются с целью излечения от заболевания. Паллиативные операции с целью улучшения состояния больного. И вот здесь я специально внизу мне приписал ситуационное понятие радикальной операции в рамках паллиативного лечения. Дело в том, что зачастую бывает так, что Т2, Н1, но М1. И если разговор идет среди хирургов, те, которые повышают свою квалификацию или получают первичную профессию онколога при наличии другой, то очень часто они с этим встречаются, с этой ситуацией, особенно при раке толстой кишки, да и при раке прямой кишки и так далее. И зачастую пишут проведена паллиативная операция. Хорошо, если дальше идет, открывается понятие в рамках радикальной. И тогда нам понятно, что прямая кишка или толстая кишка удалена в объеме радикальной операции. То есть полностью удалена опухоль, полностью удалены регионарные лимфоузлы. И объем операции соответствует радикальной. и если но лечение так как есть наличие метастазов, оно палеотивное. Вот здесь нужно обязательно вот эти понятия указывать. Есть грех, когда пишется рак толстой кишки радикальная операция. Левосторонняя или правосторонняя гемиколоктомия. Ну да, радикальная по отношению к опухоли, по отношению к кишке операция радикальная. По отношению к пациенту, потому что у него есть определяемый или буквально в ближайшее время выявленный метастаз в печени и зачастую начинается обвинение. Как? Какая радикальная операция? Что вы там сделали? Когда метастаз? Нет. Здесь нужно и указывать. Это ситуационный момент, когда обязательно нужно показывать объем операции, что он выполнен в рамках такой вот. А вот она относится все-таки к палеотивным. Споры возникают по этому поводу зачастую. Но циторедуктивные операции совершенно понятны. Они относятся к палеотивному виду лечения с целью уменьшения опухолей масс первичной опухоли, метастатических очагов, предотвращения развития тяжелых паранеопластических осложнений, за которых иногда просто приходится уходить из той области, в которой проводится операция. Ну и нужно еще и понимать, что объем опухоли, удаление объема определенного создает благоприятные условия для последующей лекарственной терапии. А здесь очень просто, на простом даже таком уровне. Понимаете, мы действуем на опухоли лекарственными препаратами, мы действуем на опухоли лучевыми медалями. Что вначале происходит и все прочее? Происходит уничтожение опухолевых клеток, каким бы образом этого не было. То это некроз идет, то это идет самопереваривание, ну то процесс, который очень тяжелый для организма, процесс, который очень тяжелый для всех систем, и для почек, и для печени, то есть фактически к тому же относится к метаболическим процессам и так далее. И конечно, чем меньше вот это агрессивное воздействие уже патологически измененной ткани, мало того, что она изменилась с точки зрения, она стала опухолевой, а еще плюс она стала с очагами некротическими и так далее, и так далее. Вот это нужно понимать, что здесь циторедруктивная операция иногда очень даже показанная необходима. Симптоматические операции относятся к палеотимному виду лечения и выполняются с целью устранения одного или нескольких конкретных симптомов. Огромнейшая опухоль сдавливает соседний орган, сдавливает просвет и так далее, и все прочее. Обухоль уже невозможна, какой бы нам локализацией все было, но мы должны восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта. Делаем обходные анастомозы, выводим анастомоз, психологическое восстановление качества жизни больного после агрессивного противоопухолевого лечения. Ну как агрессивная экстерпация прямой кишки и так далее, выведение колостомы и прочее. Операция радикально проведена и все прочее. операция она была довольно особенно это касается в экстренных случаях и так далее, и ее провели с выведением анастом. Но оставили возможность для агрессии, оставили возможность потом свести толстую кишку с прямой кишкой и так далее. И конечно здесь вопросов нет. Реабилитационная операция она является одним из главных этапов лечения этого пациента. Восстановление качества жизни. Вот здесь конечно нужно об этом говорить. То же самое когда вопрос идет о закрытии гастро эзофагостомы и так далее и так далее. Той же самой трахе трахе стом. Трахе стом это все накладывают а потом нужно понимать что больной показано если есть необходимость то нужно провести революционную операцию. Ну эстетически здесь вам всем понятно они как правило зачастую сопровождают радикальные операции потому что нет прогноза дальнейшем течения рецидивом рейси и так далее восстановления анатомической функциональной эстетической ценности организма нарушенной процессе максимального радикального лечения конечно это это лицо это наружная локализация это та же самая молочная железа это огромные опухоли значит с поражением кожных покровов и так далее это восстановление есть ну и протезирование ортопедическое протезирование когда убирается опухоли костей и замещается протезами вот собственно говоря первая часть я уже предварительно вам говорю о том что мы остановились только на хирургическом лечении в дальнейшем у нас должно быть с вами понятие лекарственной терапии у нас есть возможность значит видимо я обращусь к этой к этой теме мы с вами ее в понятийном понятии пройдем и плюс с нашими химиотерапевтами они более остановятся на тонких моментах и так далее но и лучевая терапия это наши специалисты радиотерапевты я вам желаю успехов как говорится до встречи спасибо за внимание